Доброе утро! Встречаем нашу гостью, это София Татаурова. Недавно она вернулась с чемпионата мира по ментальной арифметике. Да не просто вернулась, а привезла нам кубок. Доброе утро, София! Здравствуйте! Ну, рассказывай, первое место у тебя было? Да. Ты стала чемпионкой мира? Да. Все правильно? Очень скромно так. Очень скромно, да. Ну, рассказывай, что же такое ментальная арифметика? Потому что многие даже не знают, что это такое вообще. Ментальная арифметика помогает быстро читать. Так. То есть есть специальные счеты, они называются абакус. Потом ты учишься считать на этих счетах, потом представляешь их в уме. Так, хорошо. И можно быстро считать. Ого! Ты сколько уже занимаешься ментальной арифметикой? Я занимаюсь год с половиной. Ого! И у тебя уже сразу первое место. У меня сначала было третье место в первой олимпиаде по ментальной арифметике в Кирове. Потом было второе место, тоже в Кирове, и первое место в Москве. Все, я знаю. Идешь, что она расставит. Шла, да, к успеху, прям вот, как знал, дорожку себе прокладывала. Потом закончишь МГУ какую-нибудь, потом дальше уже в президенты. Расскажи, как ты готовилась? Потому что чемпионат, я знаю, что был серьезный, очень много было участников со всех стран, да, практически приехали к нам. Я каждый день тренировалась, считала по 200 примеров. 200 примеров? Нормально, нормально. Вот это да. А ты сколько часов у тебя уходила на 200 примеров? Немного. Немного? Ну, ты потому что быстро это делаешь, да? Да, 2 минуты. Хорошо, каждый день тренировалась. А слушай, там наверняка присутствовало какое-то волнение, правильно? Да. Что вот еще тебя, не знаю, останавливало, так сказать, что не давало тебе прийти вот к этой победе, и потом все-таки ты ее вырвала? Было неудобно, потому что было очень много участников. Вот. Немного у тебя причин для... Участников было много, да, много участников. Потому что это другой город, чемпионат мира, это, это. Я к этому уже привыкла. Ну, расскажи, а ты верила в свои силы вообще? Вот знала, что у тебя будет первое место? Ну, я думала, что могу, например, третье место получить, но это все равно было очень неожиданно. А когда объявляли, какие у тебя были эмоции? Мне было очень весело. Какие у тебя планы в дальнейшем сейчас? Сейчас не знаю. Кубок Вселенной? Или надо будет защитить звание чемпиона мира потом в дальнейшем, на следующий год? Или когда, сколько раз чемпионат мира проходит? Раз в год примерно? Ну, сейчас это был первый чемпионат. И ты сейчас готовишься к поездке уже в Париж, потому что был такой подарок, да, самый главный? Да. Ну, мы тебя поздравляем, потому что в Париж заработать в свои, сколько тебе, 8-9 лет? 11. 11 лет, это тем более. Ну что, давай мы тебя сейчас немножечко проверим. У нас есть обычный человек, который не занимался ментальной арифметикой, есть чемпионка мира по ментальной арифметике. Мы будем задавать тебе какие-то сложные арифметические задания, да? И кто быстрее? Хорошо? Ну что, поехали. А я буду считать это все на калькуляторе, потому что я, если честно сказать, с математикой не очень. Но проверим еще. Эксперимент абсолютно чистый, и мы не знаем, что будет. Итак, друзья, 78 плюс 56. 134. Все верно. Все верно? Верно, это у меня. 134. Я просто позже предусчитал. Хорошо, поехали дальше. Пока 1, 0. 96 плюс 52. 148. Блин, проиграем. 148. Хорошо, правильно, пока. И давайте еще один. Какую же вам цифру-то загадать, даже не знаю. Хорошо, 95 плюс 21. 117. 117. 95 плюс 21. 116. А, 116. 116. Хорошо. Но, но, на секундочку, волнение собиралось. Конечно. Нет, безусловно, безусловно. Это, я, между прочим, это, ну, гад говорил. Ну, гад говорил. Я прикидывал примерно в эту цифру, и просто думаю, надо один раз просто дать ответ какой-то в одну, в одну калитку, ну, типа сказать что-то. Но, нет, нет. А расскажи, вот как обычному человеку научиться быстро считать? Есть какой-то у тебя секрет? Вот как вот мы можем сейчас, Коля, научить? Ну, чтобы научиться считать, на занятиях нам рассказывают только новую тему. Чтобы уже быстро считать, на быстрых скоростях, нужно ежедневно тренироваться дома. Так, например, вот какое-то есть у него упражнение, что ему нужно? Вот так же считать или нет? Или как-то еще что-то? Есть какой-то секрет? Ну, сначала нужно научиться считать на счетах. Так. Этот навык у тебя еще не освоен. Нет. Так, а дальше что? А потом представлять эти счеты в уме. Так, это же ведь как-то специализировано. Это не просто счеты, которые в магазине стоят. Там специальные счеты, они называются абакус. Они выглядят как-то по-особенному, правильно я понимаю? Вот. Ну, ладно, я погуглю. Хорошо, расскажи, а вот это же не только развивает математическое мышление, да? Что еще? Это развивает логику, память, воображение. Так. Хорошо. Ну, ты теперь, наверное, должна книжки писать, да? Какие-то сказочные развиваешься. Наверное. Это следующий шаг. Это следующий шаг после чемпионата. Когда будет чемпионат мира по книгописанию, на скорость рассказы, когда будет издавать, следующий шаг будет у человека. Хорошо, расскажи, а вот в школе тебе это помогает каким-то образом? Конечно, я стала быстрее запоминать стихи. А еще что? Иногда могу посчитать быстрее, если что-то нужно. И не столбиком, да? Да. И не на калькуляторе, да? Да. Ну, а оценки улучшились у тебя, скажи нам, честно? Или ты всегда была отличницей? Ну, я и так была отличницей. А сейчас просто 12 ставят нам каждый день. Просто, да, и ты так все знаешь, вот тебе 6 баллов. Не знаю, иди. Хорошо. Ну что, рассказывай нам еще что-нибудь из своей жизни. А вот что ты любишь делать в обычной жизни? Как проходит, может быть, твое утро? Потому что ты же все равно еще пока ребенок, да? Тебе хочется, наверное, играть, отдыхать, а тебе не только все считать цифры, правильно? Угу. Расскажи, чем ты еще любишь заниматься дома? Я хожу в музыкальную школу, вот, играю на пианино. Ага. Пока все. Пока? Да. Ну, по поводу времени все не хватает, да. Да, конечно же. Какое у тебя любимое занятие, что любишь делать? Вот когда не нужно ни ходить в школу, ни играть на пианино, ни считать. Ну, я люблю играть с сестрой. С сестрой, да? Да. А она уже умеет считать, ты ее учишь? Она пока не умеет. Ну, ты ее научишь, когда она немножко подрастет? Да. Приготовишь очередную чемпионку мира? Вторую? Хорошо. Ну что, София, мы тебе желаем огромных успехов. Ты большая-большая молодец. Вот такой вот кубок привезти в наш родной город, это... Можно сказать так. Россия выиграла чемпионат мира 2018 года. Просто не уточнять, какой. Не уточнять, кто. Но новость можно в заголовок такой внести. Даже Киров. Киров, да. Киров. Вот так. Киров. Мы тебя поздравляем. Ты большая молодец. Не останавливайся, развивайся, считай. И новых тебе побед, София. Ха-ха.